здравствуйте друзья понедельник 14 14 мая и вот у нас вопрос человек задает на который мы постараемся ответить сегодня вопрос такой как человеку пережить неудачу или по-другому он его формулирует значит как вот дать себе право на ошибку понимаете как вот где взять право на ошибку вот так я хочу сказать сразу вот как бы не так сказать мудрство и лукаво что все это у человека в голове значит мы все рождаемся абсолютно не только не только вот не умея ничего а даже еще и не понимая речи не не умеет искать самовыразиться и так далее то есть вся наша жизнь вся наша жизнь это такой процесс освоения каких-то новых вещей которых мы не знали раньше но вы потихоньку осваиваем ну кто как и мы учимся писать и читать мы учимся водить автомобиль мы учимся ну какой-то профессии там попроще посложнее там и так далее поэтому процесс как бы движения это такой процесс где ты все время как-то вот находишься в какой-то динамике динамика не всегда положительно и то есть как бы есть масса людей которые вам скажут что мы учимся на ошибках до что ошибки важны если ты хочешь учиться чему-то если ты хочешь двигаться вперед ты неминуемо совершаешь ошибки ошибки ты на них учишься и так далее то есть это не только сказать неудача это не только не не что-то плохое а это как бы естественная часть роста конечно я не знаю там о каких неудачах идет речь которые сложно пережить бывает неудачи очень болезненные конечно там бывает неудачный брак отношения вообще конечно бывают очень трагические такие вещи тяжелые и так далее но поскольку там 2 2 был под вопрос как бы да вот насчет право на ошибку право на ошибку это даже не то что право это как бы почти обязанность мир между нами то есть люди которые не ошибаются а вы вы таких знаете вы вы знаете кого-то кто не ошибается откуда они еще берут кто им дает право им не 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 должен они его берут сами вот человек родился у него есть право право жить право дышать право на ошибку право допустим верить вождям или не верить там да значит вот у него все права ему даны значит у него конечно можно их потихонечку отнимать а можно сразу отнимать и много в зависимости от степени тоталитарности общества в котором мы живем рождаемся и так далее по разному бывает но во всяком случае мы рождаемся с этими правами нам никто давать их не должен есть и есть теперь такой вопрос понимаете ошибка ошибки рознь конечно но ну то есть как бы есть некоторые основы которые закладываются в человека с детства и когда у него ошибка типа но там на минуточку совершил измену родине в эти это ошибся как пережить вот такой дом действительно но то есть общество к разного рода ошибкам по-разному относится но так вот всякий процесс возвращаемся всякий процесс связан с ошибкой но как какие-то основы должны быть в которых мы то есть мы можем конечно и там проколоться да и на старуху бывает пророк там и так далее и так далее но предполагается что мы в каких-то вот фундаментальных вещах со временем все-таки не путаемся а так в общем знаем кто мы что мы на каком мы свете живем и и так в общем-то с кем мы вот да вот вот это тоже присутствует теперь об отношении общества и вот это вот получается по вопросу что вот это люди извне то вот они там и вот они нам дают право на ошибку или они нам не дают этого права не на ошибку как бы не мы с вами себе даем а вот они нам как бы дают потому что я сам себе не должен нигде его брать она у меня есть но вот как это какие-то внешние силы и они надо мной что сми они давно и смеяться будут или они будут что они будут злорадствовать да а представьте себе что вы не ошиблись а преуспели преуспели они все думаете они порадуются за вас вот эти вот эти же самые они за вас порадуются я-то я-то уже с той стороны да я-то знаю чего не скажут все знаю поэтому я 8 плюньте вы на них их нет они существуют только в вашем воображении вы почему-то в своей жизни дали какую-то важность вот этим вот который вообще к вам не имеет никакого отношения они не помогут вам преуспеть они не порадуются с вами когда вы преуспеете они будут злорадствовать и тогда но они в вашей жизни присутствует ровно настолько насколько вы даете им возможность там присутствует выкиньте их оттуда что они там делают почему надо мусор всякий с собой возить понимаете вот и помните значит где там на дерибасовской открылся пивная да это вот и и спутник жизни вася шмаровоз . . шмаровоз шикар шмар шмар это грязь мусор вот эти не будьте вот таким шмаровозом не таскайте по жизни всякую грязь выкиньте вообще сразу чтобы не было чтобы чистый был и спросить себя я за для чего живу на свете к чему я стремлюсь как я потом отчитываться буду за то за свою жизнь как я ее прожил и и и мгновенно вот эти люди исчезнут потому что отчитываетесь вы ошибками своими или не ошибками отчитываетесь вы не перед ними кто они такие что перед ними вам отчитываться вы перед совершенно другими как бы сказать инстанциями отчитываться будете поэтому да плевать на них в той мере в какой вы знаете чего вы хотите ради чего вы живете к чего вы стремитесь эти люди вообще вам не нужны ни для чего ну то есть очень здорово когда вокруг люди которые тебя поддерживают тоже кто же скажет ну так надо искать таких людей надо к ним идти они будут вас поддерживать потому что потому что у вас общие цели у вас общее понимание искать роли человека на земле и зачем мы живем и так далее вот они вас и поддержат а с этими то вам чего искать зачем вам поддержка вот этих с которыми вас ничего общего нет которые вам мешают реализовать вашу функцию который вы должны реализовать в этой жизни поэтому при всей тяжести переживаний которые на нашу голову сваливаются и я в этом смысле не исключение я вам сейчас рассказываю в результате большого жизненного опыта в котором мне досталось там и переживание тоже и размышление о праве на ошибку тоже но уже пройдя там что-то в этом плане я могу сказать что в общем то чем меньше вы будете задумываться над над тем что вот вот окружающий мир как он отнесется там к вашим удачам или неудачу тем самореализовании вы будете тем больше вы сможете сил направить на то чтобы что-то такое сделать значимое в своей жизни поэтому переоценки про происходит во времени да то есть вот сегодня эти люди вам важны а завтра будут не так важны а послезавтра сказать как я вообще в этой компании оказался и это все естественно закономерно и так далее поэтому если вы раньше это сделаете значит будет будет легче акид вы раньше дадите себе эту право на это это право на ошибку а без право на ошибку у вас никогда не будет движение вперед не будет никакой цели которой вы достигнете не будет никакой самореализации и никакой функции в жизни у вас не будет потому что вы заблокировали движение вперед мыслью о том откуда у меня право на ошибку кто мне даст право на ошибку вы же не то что там весь мир подорвать норовить эти и думаете о праве на ошибку у вас же другие масштабы там злодеяний которые вы можете совершить поэтому чего так что все вновь все в голове почему она у нас в голове потому что нас так воспитывали вот мы мы должны что соседи скажут что люди скажут неудобно неудобно вот там и это неудобство она уже вплоть там ну до того что но вообще купим вот так во фронт встали стой а все остальное уже неудобно понимаете вот у нас так жестко было я рассказывала надо у меня мама мне уже было там лет двадцать шесть двадцать семь и она раз но молодая женщина замужем все отец ей купил платье это был год там 50 представьте представляете себе да вот я еще не родился был год 50 5 лет как война окончилась общество такое пуританское суровое купил он ей больнодуманная платьица значит и в этом платьице был рукавчик короткий летнее платье и так и тогда было мод знаете валан такой называлась валан так вот какая-то супер сексуальность была в этом платье потому что валан имел разрез вот тут понимаете разрез имел и это было так смело сейчас уже но я уже но вы знаете как сейчас я просто чему рассказываю это все было в головах у людей да хоть вообще голый ходи кто-то есть на улице кто не видел голову что или не знает где там чего у человека произрастает но но вот не принято как бы да есть а есть люди которые с этим борются вот тут последние несколько дней все время я уже не понял в каких там публикациях что вот лондонский музей значит там разрешил ходить нудистом не прикрыто и вот там показывают такие картины красивые ходят люди голые так очень симпатичные такие люди ходят в общем молодцы на тепло достаточно они там не мерзнут поймете то есть вот это прилично а право на ошибку значит когда хотел что-то хорошее сделать не при неприлично так что я бы я бы не то есть понимаю что это все равно действует и человек переживает и тогда я при этом при всем хочу сказать чем раньше вы сосредоточьтесь на своей жизни да и я отвлечетесь от абстракции которые вам навязали это не ваши все вам навязали навязали люди для того что другие чтобы им удобнее было с вами разбираться родители школа общество они все вас под себя подстраивают чтобы им было проще с вами не чтобы вам было легче в этой жизни самореализоваться а для того чтобы им было с вами проще когда вот так поставишь в строй много много народу равнение налево и все туда и только один вот первый стоит он смотрит прямо остальные все туда вот для этого очень удобно и игрешь какой у меня есть право на ошибку пасть все туда смотрят а я сюда вот там действительно это нехорошо получать а так на гражданке ты чё да ну что я думаю поболтали все отлично и раз уж сегодня 14 мая а завтра 15 как тонко подметил завтра 15 и в это время уже да в это время уже значит будут доступны для проверки результаты green card лотереи и будут переживания у многих они почему-то вот как-то себе знаете создали какую-то модель и дальше отклонение от умозрительной модели она воспринимается как катастрофа как ошибка как пережить значит неудачу вот неудача понимаете а с чего она должна была быть а вот он себе нам на мечтал вот он взял говорит там ну да вероятность там от полпроцента для процента но это у них у меня-то но если я это же я они они да то есть у меня то вот значит я уже и он уже планы строит куда поехать он спрашивает вот из ста человек которые говорят как вы считаете в каком городе лучше жить из ста человек 99 уверены что они сейчас выиграют в лотерею и они уже себе так выбирают местечко там и так далее как-то неприлично даже им сказать ты выиграй сначала это это считается неприличным говорят если ты не хочешь отвечать на вопросы зачем тогда значит а он уже устраивается обустраивать и вот у него значит переживания начинаются поэтому если вы не выиграли завтра в лотерею спросите себя с чего вы взяли что у вас неудача на какую такую удачу вы рассчитывали что это у вас неудача а почему вообще на него рассчитываем почему вообще рассчитывали на кого-то а не на себя например какой-то паренек мне тут написал интересуется стартапами и говорит вот сделайте такую рубрику он там советы всякие а начинает он со слов что взять мигал вы меня там вдохновили на иммиграцию только поехал я не в сша а вот переехал сейчас живу в баварии друзья бавария рай на земле вот поезжайте в баварию посмотрите вам понравится классно и бавари вот вот куда туда поехал он не зависел может быть он продолжает играть в лотерею может быть он сейчас выиграет и приедет сша я не знаю честно вот я не знаю его планов дальнейших но я хочу сказать что не свет клином не сошелся там не не на австралии не на канаде не на новой зеландии не на южной африке там и на сша тоже и на москве тоже свет клином не сошелся поэтому почему я говорю почему кто-то должен за тебя твою жизнь решить какой-то там лотерейный билет какой-то там какой-то корыто с шариками крутится и тебе вдруг оттуда выкатилась чего вдруг хочу сам поэтому с этого начинается неудача неудача начинается с фантазии с того что человек не живет в реальном мире он надумал себе какую-то картинку красивую дальше он сталкивается с реальной жизнью и говорит а как пережить неудачу какая неудача что 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 произошло что ты что работать не можешь у тебя руки-ноги не двигаются или у тебя что там на голову кирпич упал голова больше не соображать что случилось с тобой ты не можешь жить как как человек живет нормально как все мы живем вот руками ногами головой как как же так а что что же за неудача такая на гугле забадили там не банят поэтому правда откуда не дать как пережить вот вопрос как пережить то чего вообще говоря и неудачей да назвать можно ну я не знаю разве здесь очень большой натяжкой но только при желании то есть как только пропадает желание называть это неудачей так сразу снимается вопрос как ее пережить правда но если нет неудачи чего переживать вот поэтому так бывает конечно там в наше время знаете вот не было лотереи green card но например стояли такие автоматы с газированной водой так стаканчиком так они брызгали были такие автоматы с газированной водой туда одну копейку бросишь просто такая водичка без сиропа а 3 копейки бросишь сиропом а были еще автомат такие навороченные можно было бросить пять копеек и было с двойным сиропом но знаете как обычно вот этот вот удача неудачно так происходило что бросишь 5 допустим а выйдет не с двойным и с обычным или бросишь 5 вообще без сиропа выйдет а бывает бросишь момент вообще ничего не выйдет вот а удача это когда например ты бросил там три копейки а ну не туда не сюда никуда и ты по нему бах ты по нему еще раз бах и вдруг раз снизу посыпалась и высыпалась там на 15 копеек там допустим там чашечка в которой монетки лежат переполненная было и так ты и тряса но там высыпалась вниз упала о смотри вот это удача вот раньше вот такая удача была а сейчас эпоха интернета вот поэтому три копейки раз съел автомат как пережить неудачу да никак дай по нему и все вот наверное на таких вот народных методах борьбы с неудачами мы сегодня и остановимся ну а конечно всем кто завтра будет проверять результаты и не только завтра мы им всем желаем конечно удачи вот но так чтобы там вот именно переживать чего-то ей богу оставьте тем кто не понимает о чем речь вот а сами просто живите нормальной жизнь человеческой двигайтесь по ней и контролируйте свою жизнь не не полагайтесь на то что автомат съест ваши три копейки или не съест хорошо счастливо